Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и разбираем, конечно же, события минувшего торгового дня. Сегодня мы поговорим о Федрезерве, который, как и ожидалось, взял курс на снижение процентных ставок. Решение, правда, пока что не принято, но, судя по тому, что было сказано, очевидно, что эти решения будут следовать одно за другим до конца 2019 года. Это привело в моменте к очень сильной просадке доллара, к просадке доходности американских облигаций, десятилеток. В принципе, они являются индикатором того, что политика Федрезерова будет исключительно мягкой. И, разумеется, на фоне снижения доллара мы видели безумный рост золота. Раньше, я помню, мы возвращались к теме того, что будет с золотом, где стоит ловить в качестве среднедолгосрочных ориентиров. На вебинарах мы часто обсуждаем золото. Кстати, друзья, напоминаю, что вебинары проходят каждый понедельник в 16.30 по московскому времени. И тогда была обозначена цель в районе 1400 долларов за тройскую унцию. С учетом того, что сейчас складывается на площадках, можно сказать, что мы, в принципе, можем говорить о развитии и вероятном продолжении мощного восходящего движения по золотому активу. Поэтому ТС-20 прислушался раньше, собственно, к рекомендациям о том, что золото нужно покупать в преддверии измененной позиции Федрезерова. Я думаю, друзья, вы большие молодцы, что все-таки приобщились к этой сделке и, конечно же, смогли на ней очень неплохо заработать. Ну, давайте обо всем подробнее. Начнем мы, как всегда, с нефтянки. В 61.84 сейчас Brent. Мне бы очень хотелось сейчас обрисовать локально ситуацию, которая складывается. Но я не хочу говорить об одном и том же, друзья. Я просто хочу вам напомнить, что вот ближайшие 2-3 недели они могут стать переломными, в принципе, для рынка черного золота. Потому что впереди у нас, точнее, на следующей неделе уже подтвержденная встреча между Си Цзиньпинем и Трампом. Фактически это возобновление торговых переговоров. Но пока что очень много вопросов стоит после этой формулировки. К чему это приведет, никто не знает. Около пяти раз переговоры проваливались. Соответственно, участники рынка уходили на исключительный негатив по рассуждениям относительно перспективы экономического роста. Потому что торговая война может привести только к таким последствиям. Сейчас снова появились надежды, что если страны договорятся, соответственно, удастся убрать торговые барьеры. И экономика будет лишена вот этого якоря, мировая экономика, который тащит ее в какую-то глубинную пропасть. Но имейте в виду, друзья, что, ну, лично мое мнение, я думаю, что переговоры ни к чему не приведут. То есть будут безрезультатными. И через какое-то время, я полагаю, что тоже в перспективе 2-3 недель все-таки дойдет дело до усиления обоюдных торговых санкций, скажем так. Когда штаты обложат пошлинами оставшуюся часть китайского импорта. И наоборот, Китай тоже пойдет на ответные меры. Поэтому, если рассуждать по данному вопросу, безусловно, риски остаются значительными. И на следующей неделе мы можем уже после того, как на полях G20 пройдет в Японии встреча между Сизиньпинем и Трампом, мы сможем порассуждать уже поконкретнее и попробовать позакладывать в динамику нефти, что с ней может произойти, опять же, в случае негативного сценария. Еще один важный момент, это первое число июля. Ну, скажем так, пока что конец июня. И, возможно, если встречу перенесут, встречу ОПЕК, первое число июля будут обсуждать продление действий аналитического пакта. Я здесь тоже занял позицию Медведя и считаю, что, ну, раз все говорят о том, что она будет обязательно продлена на второе полугодие, я попробую посопротивляться и допустить, что есть причины, есть такая конфронтация интересов стран ОПЕК, которые, ну, и России прежде всего, потому что она один из основных участников этого пакта. Эта конфронтация упирается в элементарную прибыль, которую получают с учетом уровня добычи. И России, конечно, уже немного поднадоело придерживать коней, когда есть другие игроки, активно выбрасывающие на рынок углеводороды, буквально в неограниченном количестве, это Соединенные Штаты Америки. А вот другим странам делать этого нельзя, поскольку они сами себя сковали действием вот этого аналитического пакта. В общем, то, как разрешится данный фон, какое решение будет принять, это также повлияет на нефть. Вот поэтому, друзья, ближайшие недели нефть судьбоносный. По запасам я предлагаю опустить этот отчет, потому что в моменте он практически не повлиял на то, что происходит. Запасы снизились, вроде бы как сломана тенденция и нужно было бы на этом фоне расти, но запасы снизились тогда, когда они должны снижаться. Вот эта простая логика и удержала трейдеров от активной торговли. Доллар иена 107.62, друзья, мы пробили поддержку 108. Я думаю, что горизонты снижения открываются очень интересные. В частности, Ей-107 скоро пойдет. В частности, решение оставили на прежнем уровне. По голосованию Буллард, один из девяти голосующих членов, в этот раз уже поднимал вопрос о том, что нужно снижать процентную ставку. Но 8 членов его пока не поддержали, хотя прогноз 7 из 9 голосующих членов указывает то, что они склонны к тому, чтобы снизить процентную ставку в ходе последующих заседаний Федрезера до конца 2019 года. И в частности, на выступлении Джерома Паула мы вчера получили сигнал того, что из-за снижения инфляции, в частности, сейчас Федрезерв прогнозирует, что 2% по инфляции будет достигнута уже ближе к концу 2020 года. Поэтому для стимулирования экономики, для того, чтобы противостоять угрозе экономического спада и торговой неопределенности, нужно, конечно же, стимулировать экономику и задействовать инструменты в виде снижения процентной ставки. Deutsche Bank сразу же после этого пересмотрел прогноз, отметив, что ожидает 3 снижения процентной ставки в этом году в июле, в сентябре и в декабре. Друзья, то ли еще будет, настроения будут меняться, ФРС будет следить за экономическими данными, мы тоже. Сейчас очевидно, что пока что политика такова, что предполагает нам ставить на снижение ставка. Американский фондовый рынок, 2944 пункта по СНП, мы на уровнях исторических максимумов. И заметьте, друзья, то, что этот уровень как раз совпадает с повесткой предстоящей встречи Трампа и Си Цзиньпиня. Я обращаю ваше внимание, что если не договорятся, если не создадут условия для возобновления переговоров, то сам факт нахождения американского фондового рынка на таких уровнях спровоцирует серьезное снижение. Если вы не открывали позиции раньше, у вас прекрасная возможность сделать это сейчас. Я повторюсь, нахожусь в коротких позициях уже довольно давно, поэтому мне, в принципе, поздно сейчас снимать сливки с рынка. Нужно теперь увидеть эту нисходящую динамику. Доллар-канадец разочаровал, кстати, 1,3240. Разочаровали данные базовый индекс потребительских цен 2,1% с 1,5%, то есть рост, наверное, на 0,6%. В пору прям задуматься, не закралась ли какая-то ошибка в статистику, потому что, учитывая, что цены на топливо снижаются, я отмечу, что не только базовый индекс потребительских цен вырос, но и основной показатель инфляции на 0,4% с 2 до 2,4%. Инфляция каким-то чудесным образом продолжает расти. Да и даже в этом случае, друзья, я хочу отметить, что очень глупо будет для Банка Канады на фоне снижения смягчения экономической политики в еврозоне и в рамках американского, и американским регуляторам не поддержать эту тенденцию и тоже не создать какие-нибудь конкурентные преимущества для национальной валюты, а пока что сохраняется вот сам факт торговой неопределенности. Для австралийца и новозеландца тоже определяющими будут предстоящие дни, а именно итоги встречи между лидерами Китая и США на саммите G20, потому что и для австралийца, и для новозеландца определяющими являются, конечно же, ситуация в Китае и с ее экономикой. Сегодня, друзья, фунт будет, скажем, главным фундаментальным героем. 1,2679 сейчас котировки. Напомню, что в 14.00 Банк Англии пересмотрит процветные ставки, в 23.00 состоится выступление Карни. По аналогии с тем, что было сказано Джеромом Паулом и Драги, я считаю, что Карни тоже может намекнуть на возможность снижения процветной ставки. Это должно привести к снижению фунта, которое сейчас ожидается на площадках. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...